Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. С нами на прямой связи сегодня российский политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки Владимир Гельман. Владимир Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также звоните из-за рубежа код плюс 371 и номер в WhatsApp 230-6191. Начнем с протестов. Они не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Тоже люди собираются, чтобы выразить протест против незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. Какие настроения в вашем городе? Насколько все проходит в Петербурге спокойнее, чем в Москве? Ну, Петербург, как правило, не настолько связан с крупными политическими протестными акциями, как Москва. Это связано с тем, что, во-первых, у нас и сам город поменьше и меньше число таких политических активистов. А во-вторых, с тем, что все-таки выборы в Петербурге и выборы в Москве – это совсем разные выборы. В Москве выборы в Московскую городскую думу, где произошел такой массовый отказ в регистрации независимым кандидатам. В Петербурге губернаторские выборы проходят по таким правилам, которые, в принципе, исключали возможность для независимых кандидатов, вообще для любых кандидатов, нежелательных для властей, быть зарегистрированы. Для того, чтобы получить эту регистрацию, нужно заручиться подписями 10% депутатов местного самоуправления, так называемый муниципальный фильтр. И этот фильтр служит довольно мощным механизмом, чтобы отсечь тех кандидатов, которых власти не хотели бы видеть в бюллетене. Поэтому масштаб протеста в Петербурге намного ниже, чем в Москве, но это не значит, что в Петербурге выборы для властей, выборы состоятся 8 сентября, пройдут, что называется, как по маслу, думаю, что не будет. Ну, мы знаем историческую роль Санкт-Петербурга, то есть, если говорить об истории России, революция в Санкт-Петербурге и так далее и тому подобное, сейчас много говорят об аналогиях, в частности, сравнивают начинающиеся протесты в Москве с началом Майдана, в Киеве. Насколько, во-первых, на ваш взгляд, эти аналогии уместны и обоснованы, и, во-вторых, может ли эти протесты привести к чему-то серьезному в России, то есть к смене власти, возможно, в перспективе? Я думаю, что нынешнюю волну протестов скорее стоит рассматривать как продолжение той волны протестов, которую Россия пережила в 2011-2012 годах, когда под давлением многочисленных свидетельств о злоупотреблениях и классификациях в ходе голосований очень большое количество людей в разных городах России вышло на улицы. Этот протест не дал тех результатов, которые рассчитывали протестующие, но, тем не менее, было положено начало такой организованной форме политического сопротивления, и вот сейчас мы наблюдаем новый всплеск активности уже не после выборов, а перед выбором. Я думаю, что, скорее всего, на выборах, которые пройдут в регионах и городах России, власти столкнутся с большим количеством проблем. Но Майдан – это все-таки совершенно другая история, и здесь параллели были бы совершенно несправедливы. В Украине в 2013-2014 годах существовал довольно острый конфликт политических элит, и немалая часть тех, кто присутствовал в украинском парламенте, в Верховной Раде, они активно поддерживали протестующих, и, собственно, только объединенные их усилия, и привели к падению режима Януковлевича. В России ситуация на сегодняшний день качественно иная. В правящей элите таких явных голосов тех, кто выступает на стороне протестующих, нет. Поэтому у тех, кто выступает против властей, единственный путь – это стараться мобилизовывать своих сторонников, решает свои ряды. Конечно, им это нелегко, учитывая репрессии со стороны власти. Но, тем не менее, на ваш взгляд, все-таки протестные настроения в России сегодня растут. Можно ли наблюдать усиление этих настроений? Да, безусловно, растут. Об этом говорят и данные многочисленных опросов, исследований, и свидетельства многочисленных протестов в разных регионах России по самым разным поводам. Экологические вопросы, вопросы градостроительные, связанные с застройкой, вызывают все новые и новые возмущения в самых разных местах. Проблема в том, что эти протесты, у них разные, если так можно сказать, основания, и они по большей части носят локальный характер. Московские протесты нынешние – это первый случай таких явно политических протестов, причем достаточно мощных и организованных. Но, в целом, да, протестные настроения растут в России, это правда. На ваш взгляд, есть ли в данном случае влияние иностранных государств, поддерживают ли иностранное государство протесты в России? Об этом, в частности, говорят сторонники прокремлевской политики, о том, что это, возможно, осуществляется при участии США и так далее и тому подобное. Мы много слышим об этом. Ну, на самом деле, картина совершенно другая, потому что протесты, собственно, поддерживаются и подпитываются самими их участниками. Это, собственно, главный способ финансирования – это сбор средств у граждан, которые вносят пожертвования. Ну, скажем, последний большой протест – Московский митинг 10 августа. на него организаторы попросили у граждан скинуться, сколько может, и таким образом были получены необходимые средства на то, чтобы установить сцену, талонки и все такое прочее. Поэтому говорить о том, что Соединенные Штаты финансируют протесты, это, в общем, выдавать не то, что есть на самом деле. Если бы Соединенные Штаты финансировали протесты, честное слово, у протестующих не было бы необходимости в всякий раз просить у граждан скинуться к другому. Протесты разные в Петербурге и Москве, но тема одна, объединяющая. Вот говорят сейчас о том, что протесты молодеют. На улицы выходят совсем юные люди, которым еще нет даже и 18 лет. Вы как профессора университета замечаете эти оппозиционные настроения среди молодежи? Действительно, среди участников нынешней волны протеста много молодых людей, много студентов, и характерно, что аресты студентов в Москве вызвали такую бурю возмущения и солидарности именно среди молодежи. И, в общем, молодых людей можно понять, потому что, с одной стороны, все происходящее вызывает у них такое моральное негодование, а кроме того, когда власти пытаются говорить о том, что протестующие хотят нас вернуть в лихие 90-е годы, то для молодых людей это совершенно не работает. И одна из таких ярких фигур, вот этой волны протестов, Любовь Соболь, возмущенно заявила, а что мне говорят про 90-е годы, когда я тогда в школу ходил один год? Почему те люди, которые сейчас у руля страны управляют избирательным процессом, они тогда занимали видные посты? Почему они перекладывают всю ответственность на нас, хотя они виноваты во всех многочисленных злоупотреблениях? И я думаю, что да, есть определенный конфликт даже не отцов и детей, а если хотите, дедов и внуков. Потому что те люди, которые управляют Россией сегодня, это люди 60-плюс лет, а им противостоят те, кому 20. Ну вот Выгодский говорил о том, что главная доминанта юности – это протест и романтика. Вот романтика здесь тоже присутствует в этих протестах среди молодежи? Я думаю, что не только романтика, но и прагматика. Речь идет о том, что молодые люди, вступающие в жизнь в 21 веке, видят, что те, кто ими управляет, видят мир на 40 лет раньше. Они не привыкли к современной открытости, к возможностям самовыражения, ко всему тому, что составляет вполне естественную среду жизни молодых людей. И когда в качестве такого рецепта на завтрашний день нам предлагают «Back in the USSR», для молодых людей это совершенно оправданно и справедливо рассматривается как такой крайне реакционный подход. потому что российские власти, например, видят интернет и свободу информации как важнейшую угрозу для себя и всячески пытаются ее ограничить. Случайно на протестных акциях российские компании, которые осуществляют связь, отключали интернет, чтобы, не дай бог, никто не узнал, а что же там такого на самом деле происходит. Поэтому в протесте я бы видел не только романтику, но и вполне реальное осознание, что интересы молодых людей, ну и вообще интересы самых разных людей, все больше и больше расходятся с интересами власти. У нас звонок для слушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, слушаем вас. Ну, во-первых, спасибо за очередного либерала, так сказать, в эфире. Хотя бы чередовали, интереснее было бы. У меня вопрос такой. Значит, вы проводите аналогию с 2012 годом, а не проводите ли вы аналогию с 1991 годом, когда демонстрации в Москве, по разным данным, от 20 до 50 тысяч, а руководители государства то на батискафе спускаются, то на мотоцикле катаются, вот не хватало ему еще в Форосба заехать. Вот тогда бы была уже полная, так сказать, аналогия. Спасибо. Спасибо. Да, ну, конечно, нынешняя ситуация, она не имеет отношения к происходившему в 1991 году в Советском Союзе. Но, правда, слушатель верно заметил, что Владимир Путин, ну, скажем так, демонстративно отстранялся от протестов и всячески давал понять, что это такие, ну, в общем, местные, что ли, флуктации, которые его как главу государства не касаются и не затрагивают. Ну, это тоже выражение своего отношения к выступлениям москвичей. Я думаю, что москвичи это поймут и оценят в день голосования. Но ведь Владимир Путин прокомментировал все-таки, вот впервые высказал свое отношение к протестам в Москве. Он сказал, что виновники столкновений с полицией на митингах в Москве должны ответить по закону. Вот говоря о фигуре Путина, насколько он популярен и любим в Санкт-Петербурге, учитывая, что это ведь его родина? Ну, на самом деле, последний год, начиная с анонсирования пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста, идет довольно стабильное, хотя и плавное снижение поддержки Путина. Это тоже фиксируется в теме опросов. В Петербурге конкретно данные мне неизвестны, однако есть данные опросов Левада-центра по стране в целом и по Москве. Вот в Москве у Путина гораздо больше противников, чем сторонников. То есть впервые за долгие годы не доверяют ему в Москве больше москвичей, чем доверяют. И это для главы государства такой тревожный звонок, потому что обычно те тенденции, которые наблюдаются в Москве, они через какое-то время распространяются и на другие города. И я бы не стал говорить, что это там зажравшиеся москвичи, значит, бунтуют. Простой народ, простые россияне, они Путина поддерживают. Нет, поддержка Путина снижается прежде всего, во-первых, жителей больших городов, во-вторых, молодежи. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем с программой «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Владимир Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи с нами политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки Владимир Гельман. Еще раз здравствуйте, Владимир Яковлевич. Еще раз добрый день. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, также пишите нам в WhatsApp 230-6191. Владимир Путин 21 августа встретится с президентом Финляндии, в том числе вы являетесь профессором университета Хельсинки. Как в Финляндии сегодня относятся к России? В Финляндии сегодня и вчера, и завтра относятся к России прежде всего как сосед. Мы, да, как бы две страны, имеем общую границу. Очень интенсивные и насыщенные и экономические связи, и поток пассажиров и грузов по обе стороны границы. Есть большое количество общих проблем, которые обсуждаются и решаются. И понятно, что эти вопросы будут частью повестки дня, вне зависимости от того, кто будет возглавлять Россию или Финляндию. Понятно, что все, что происходит в России на протяжении последних пяти лет, особенно после аннексии Крыма, введения санкций, контрсанкций, конечно, в Финляндии, ну, скажем так, воспринимаются с настороженностью, но вместе с тем в Финляндии не принято делать каких-то таких резких шагов. Финские власти пытаются, насколько это возможно, вести диалог с российскими лидерами. Иногда что-то получается, иногда не очень, но для российских властей, мне кажется, тоже важно иметь возможность поговорить с кем-то в Евросоюзе, кто не высказывается, скажем так, слишком резко, и не воспринимается как враг власти каких-то других стран Евросоюза, в этом смысле настроена несколько более критично по отношению к России, чем, скажем, тот же финский президент Сау Ленинс. У нас много звонков. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, задавайте вопрос. У меня к вашему гостю два коротких вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот лично вы, как от той сексио до рефорды, правильная она или неправильная? Не говоря о том, там, Путин, не Путин, неважно. И в одной стране мира раньше, чем в России, на пенсию не уходит. Как вы отец? И второй вопрос. У нас в Латвии по сей день периодически возникают споры о факте оккупации Латвии Советским Союзом. Вы в первой части сказали, что юноши и молодежь ходят на митинги и возмущаются, когда им говорят про 90-е годы и говорят, вы виноваты, потому что вы в те времена жили. Людей, которые были во времена начала оккупации в 40-м году, нет уже в живых. Значит, эти дебаты не имеют под собой никакой основы? Или как вы к этому относитесь? Спасибо большое. Да, ну, про 40-е годы я, наверное, не отвечу. Что касается пенсионной реформы в России, она была проведена, ну, так, чрезвычайно топорно. То есть, да, все специалисты считают, что повышение пенсионного возраста неизбежно. Но его повысили внезапно, очень быстро, безо всякого серьезного обсуждения. И фактически просто изъяли у будущих пенсионеров те деньги, которые они получали, если бы они вышли на пенсию не в 65 лет, как сейчас запланировано, а в 60. И вот этот подход, и особенно отсутствие всякой дискуссии общественной с гражданами, он вызвал, ну, такое, я бы сказал, очень сильное непонимание со стороны многих россиян, которым эта пенсионная реформа просто ударила. — Еще звонок у нас, да, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. — Так, не слышим мы, да, радиослушателя. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ну, на ваш взгляд, нет, вот этот вопрос я задам после звонка, появился у нас. Здравствуйте, как вас зовут? — Меня зовут Владимир, и вопрос к вашему гостю. — Я, например, считаю, не считаете ли вы так, что то, что делает руководство, ну, президент в данном случае, это благо для страны, абсолютно все решения, они тактически верно продуманы. Просто беда в том, что они считают себя властью и не считают нужным консультироваться с народом. То есть и Крым-то, понятно, ему суждено быть российским, но если бы не хватали его, как ворюги какие-то, а реально бы последовательно объяснили для населения, почему оно так, и то же самое с этими протестами, нету человека, который грамотно объяснил бы, то есть Песков не на своем месте, а с правительством у нас все в порядке. — Вот такой вот. — Да, да, давайте я скажу так, что проблема, на мой взгляд, связана вовсе не с тем, что что-то российским гражданам неправильно растолкуло, а проблема в том, что они не могут никак повлиять на принятие решений. Собственно, с той же самой регистрацией кандидатов, ну, все опросы показывают, что москвичи выступают за регистрацию независимых кандидатов и возлагают ответственность за столкновение как раз на представителей властей, на правоохранителей. — Это какие опросы вы имеете в виду? — Это опросы, которые проводили Левада-центр для такого есть фонда развития гражданского общества, они опубликованы на сайте Левада-центра. Из этих опросов видно, что общественные настроения, они на стороне незарегистрированных кандидатов, а вовсе не на стороне власти. По очень многим другим вопросам мы видим, как власти просто не прислушиваются к мнению населения. Этим вызваны и довольство пенсионной реформой, и недовольство очень многими другими шагами, которые предпринимает правительство. И проблема здесь, повторю, не в том, что что-то там людям не разъясняют, а в том, что власти, в общем, и не хотят их слушать. И, собственно, и этим объясняется падение поддержки того же Путина в течение последнего года. — Глава ВЦИОМ Валерий Федоров, который был также в эфире нашей программы, обойден доступен, он как раз говорил о том, что, конечно, есть усиление протестных настроений, но они незначительные и ни на что практически не влияют. То есть в данном случае не доверяете ВЦИОМ их опросам? — Ну, скажем так, репутация у господина Федорова такая очень сомнительная. Те опросы, которые проводил ВЦИОМ, их неоднократно критиковали за то, что там вопросы сформулированы таким образом, чтобы получить заведомо нужный ВЦИОМ УАТВИ. Их данные расходятся, скажем, с данными того же Левада-центра, который, в общем, оперирует более такими признанными методиками. Там тоже все не идеально, но тем не менее. Поэтому, ну, все, что говорит господин Федоров, я бы так очень сильно делил на 16. — Еще звонок у нас есть. Да, здравствуйте. Слушаем вас. — Здравствуйте. Вот ваш гость все-таки находится на латвийском радио, так сказать, да, и здесь сконцентрирован вопрос только на каких-то событиях в России и в Москве. Но, однако, в Латвии тоже очень важные события происходят, которые могут вызывать кучу протестов. Например, перевод школ на абсолютно национальный язык, хотя в школах учится и высших учебных заведений в том числе. В школах учится, ну, 50% населения, так сказать, говорящих по-русски. Я не говорю о государственном языке, когда был референдум, сбор подписей и все остальное. Вы думаете, здесь кто-то с кем-то советуется? Вы думаете, здесь, как бы, общественное, так сказать, мнение кого-то интересует? — У вас будет вопрос какой-нибудь? — Да, потому что почему человек возмущается этим, как будто это какая-то уникальная ситуация? Это везде одинаково, назовем, да? — А как вы, зовут, простите, вы не представились? — Можно действовать в рамках закона. Если вы действуете в рамках закона, все в порядке может измениться. Если вы приступаете к закону в чем-то, вас должны серьезно наказать, чтобы вы больше так не делали. — Да, а как вас, зовут, простите, вы не представились? — Я же задал вопрос. — Да, а как вас зовут? — Вы не уловили его? — Ну, да, видимо, мы не поняли друг друга с нашим радиослушателем. — Да, ну вот о Латвии что-то вообще интересует Латвия, кстати, российский конспорт. — Вы знаете, я не являюсь специалистом по Латвии, да, и давать какие-то оценки мне сложно. Однако существует, да, такой инструмент, как выборы. В Латвии проводятся выборы, соответственно, на них по их итогам формируется правительство, и, соответственно, если деятельность правительства не устраивает избирателей, соответственно, на следующих выборах есть возможность проголосовать за другие партии. — Вот российские выборы такой возможности не предусматривают, в том числе и по тому, о чем я говорил ранее. — Да, я знаю, что в Латвии есть серьезная проблема неграждан, и, на мой взгляд, те способы, которыми она решается, они, в общем, вызывают очень много вопросов. Но, тем не менее, вот фундаментальное отличие ситуации в Латвии от ситуации в России связано с тем, что российские выборы не являются свободными и справедливыми. И отсюда, собственно, возникают все эти проблемы, о которых мы говорили больше. — Еще звонок-то. — Слушаем вас, здравствуйте. — Добрый день. — Добрый, как вас зовут? — Я согласен с предыдущим... Андрей меня зовут. — С предыдущим радиослушателем, который все повторил, то есть озвучил в эфире по поводу Латвии. Я не буду повторять, вы сами знаете. И вот ваш гость, ну, так вы его посвятите во всех этих наших... — Вопрос задавайте, пожалуйста, Андрей. — Вопрос к вам конкретно. Почему вы не призываете к протестам, так же, как вас интересуют протесты в России? Вы все о России, сколько я слушаю ваше радио, вы только о России. — Слушайте, у нас много разных программ, в том числе и о Латвии. Есть программа «Абонент доступен», там в эфир выходят иностранные гости. Здравствуйте, как вас зовут? — Меня зовут Александр. — Да, задавайте вопросы. — Хотел бы, уважаемому вашему гостю, пару вопросов задать. Во-первых, совершенно категорически не согласен о том, что там не влияет иностранное, так сказать, участиество. — Александр, давайте без реплик, задавайте вопросы, пожалуйста. — Вы знаете, дайте мне одну минуту. — Александр, задавайте вопросы или я вас выключу, пожалуйста. Мало времени, это не интерактив вечерний. — Ваш оппонент говорит мне неправильные вещи, я хотел его поправить. — Так, Александр, вопрос задавайте, тогда следующий. Здравствуйте, как вас зовут? — Здравствуйте. — Да. — У меня такой вопрос. Ваш гость, по-моему, ошибается, говоря, что в России нет возможности все поменять. Сколько в этом, на прошлых президентских выборах было кандидатов? Путин, Собчак, Грудинин. Восемь человек, по-моему. Меняйте. Чего ж не поменяли? Вас что там, с пистолетами водят на выборы? — Вопрос задавайте, пожалуйста, чтобы гость мог ответить. — Вопрос, я и говорю, это неправда. — Ну, это скорее убеждение, да. — Но, тем не менее, вот несколько реплик мы услышали сейчас. Не согласны с вами наши радиослушатели. — Да. Ну, вот насчет президентских выборов, которые были в России в 2018 году. Действительно, в этих выборах участвовало несколько кандидатов, не один пункт. Однако эти кандидаты, ну, либо, скажем так, работали на подтанцовке, либо, зная, что их возможности что-то изменить не очень велики, сами не слишком сильно высовывались. И вся огромная государственная пропагандистская машина, телевидение, прежде всего, работала на победу Путина. На уровне администрации региональных и местных спускались соответствующие цифры, сколько должно быть подано голосов, какая должна быть явка избирателей, многочисленные свидетельства того, что, соответственно, избирателей административным путем мобилизовывали, требуя от них голосовать за нужного кандидата и так далее. И, собственно, оценки этих выборов, как несвободных и несправедливых, они достаточно широко публиковались в прессе, как и свидетельства о том, что на этих выборах были достаточно большие фальсификации. Поэтому заявление о том, что вот у вас много кандидатов, вы можете выбрать, ну, они, в общем, такие не очень обоснованные. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Давайте вопрос, пожалуйста. Алло. Добрый день. Зовут Александр. Вопрос в гости следующий. Кого бы лично он на сегодняшний день хотел бы видеть в роли президента Российской Федерации? Да, спасибо вам за вопрос конкретный. Вот такой. Да. Ну, на самом деле, вот нынешняя волна протестов. Очень много ярких фигур, что ли, показало общественности. И я думаю, что среди вот нового поколения российских политиков есть немало людей, которые вполне могли бы возглавить нашу страну, если бы, да, в ней проводились свободные и справедливые выборы. Это не только Алексей Навальный, который, наверное, хорошо известен за пределами России. Это и Дмитрий Гудков, бывший депутат Государственной Думы, сейчас один из незарегистрированных кандидатов на выборы в Москве. Это Юлия Галямина, да, одна из таких активных муниципальных депутатов в Москве. Илья Яшин, многие другие молодые люди. Мне кажется, что для российской политики очень важна смена поколений. Потому что сегодня, еще раз говорю, Россией правят те, кому за 60. Люди, сформировавшиеся в советские времена и до сих пор видящие мир сквозь призму далеких 70-х годов. Еще у нас, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый, Константин. Да, вопрос, давайте, пожалуйста. Да, вопрос. Вот эти 20 тысяч, которые вышли на протесты в Москве, и 100 тысяч, которые были на Болотной, если пересчитать их к населению Москвы, перенести на Ригу, то это как бы полтора человека вышло бы на Болотную, и одна нога одного человека вышла бы вот с этими протестами, которые были сейчас. Вам самим, неужели непонятно, что народ вас не поддерживает? Был в эфире ВЦИОМ руководитель буквально два дня назад на нашем нашем радио. Он сказал, что цельной поддержки Путина у населения 70%, там плюс-минус погрешно. То есть всем понятно, что нет конкуренции. Да, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Да. Ну, я не буду повторять все, что я сказал о ВЦИОМе. Скажу только, что на самом деле масштабы этих протестных выступлений, даже за, если мы говорим не о конкретных событиях в Москве, а о протестах в стране в целом, они нарастают. Да, количество участников протестов, оно в общей доле населения не так велико. Это правда. Но правда и то, что вообще-то в большинстве стран мира протесты обычно концентрируются в столице. И обычно они не носят там характер мобилизации всего населения. Вот ситуация, которая сейчас, например, происходит в Гонконге, когда там в пяти миллионном городе больше миллиона человек вышло на улицы, это такой случай, ну, совсем исключительный. Такое бывает нечасто. Массовые выступления важны с той точки зрения, что они показывают реальное состояние общественного настроения. Не те сведения, которые там сообщают в ЦИОМ, а то, как это выглядит на самом деле. Поэтому я бы призвал вас более серьезно отнестись к тем не 20, а 60 тысячам москвичей, которые принимали участие в митинге. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Да. У меня вопрос к вашему гостю. Еще первый вопрос. Каков был рейтинг Путина и вот этих вот всех возможных, по его мнению, кандидатов на пост президента перед выборами? Это первый вопрос. И второй, пожалуйста, каким образом на эти массовые акции протеста, как он изволил выразиться, попала масса людей, которые никакого отношения не имеют к Москве и к Московской области даже. И приехали неизвестно откуда. И по их собственным ответам непонятно зачем. Да, спасибо. Да, ну давайте я скажу так. Такой исследователь из высшей школы экономики Алексей Захаров. Он проводил опрос тех людей, которые непосредственно принимали участие в протестных акциях. Подавляющее большинство из них это как раз жители Москвы, даже не Московской области. Все эти разговоры, что кто-то приехал из других городов, непонятно зачем, это лапша, которую надо стряхивать с ушей. Что касается рейтингов накануне выборов. Для того, чтобы у нас можно было всерьез говорить о рейтингах, нужно, чтобы были свободные выборы. Если когда в России будут свободные выборы, тогда можно говорить, у кого какая реальная политическая поддержка. Но, как мы видим, власти даже этого не хотят допустить в одной отдельно взятой Москве. Пора уже заканчивать, но если можно коротко ответить, какое развитие событий в России вы видите после 2024 года? Будет ли какое-то переформирование системы, на ваш взгляд? Я думаю, что до 2024 года нам предстоит довольно большие такие периоды турбулентности. Я ожидаю, что по итогам нынешней волны протестов будет, с одной стороны, усиление репрессий, то, что мы, собственно, уже наблюдаем сейчас. А с другой стороны, мы столкнемся с новыми проявлениями недовольства граждан, возможно, не связанными напрямую с выборами. И, скорее всего, эти процессы будут развиваться на протяжении тех ближайших лет. Не знаю, до 2024 года или раньше. Будущее покажет. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки Владимир Гельман был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания.